Ага, так не скажете, вот здесь постоянно эта проблема с водой? Значит 7 лет как минимум здесь постоянно текла вода из канализации, лопались трубы, не знаю почему или тут наклон из-за этого давления постоянно, вот 7 лет длились ремонты какие, 15-62 звоним, приезжает аварийка, перекрывают воду, откачивают эту воду канализацию и что начинают палочками забивать дырки там внутри, буквально в смысле вы имеете ввиду в трубах что ли? Так это почти каждый раз все время одно и то же самое разрытие получается? В протяжении вот этих лет было одно и то же, что приезжала аварийка и забивала колышки в дырки в трубах и уезжала, вот это длилось несколько лет, в последний год привезли, нашли деньги, я не знаю что, нашли вентиль, поставили вентиль, заменили, но вокруг вентиля трубы гнилые и рвались еще трубы вокруг вентиля и вот это две недели назад или три, раскопали вокруг вентиля все и вставили 4 трубы, но трубы эти не совпали размером, диаметром и продолжала течь, то есть приезжали, раскапывали, вставляли ту одну, другую, закапывали, тут сутками работали, менялись бригады... Но это буквально две недели назад, как давно этого? Две недели они работали, вставляли вот такие 4 трубы Ага, я понял Ну то есть уже целые отрезки трубы были заменены, да? Да То есть более-менее, скажем так, капитальная работа, по сравнению с тем, что было с колышками По сравнению с тем, что было, да, вот это сделали капитально Я понял Последний раз вот эту вот трубу, которая не состыковалась и продолжалась течь Поставили сюда пластиковый отрезок Угу 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 Ну, закапывать, наверное, из-за того, что... Нет, так они... Текло уже не стали до конца, решили посмотреть, наверное, и опять течь Правильно Логично? Вы согласны? Нет, в смысле, чтобы сразу не закапывать, посмотреть Внутри Потому что раза четыре раскапывать, не закапывать Да Я думаю, это логично То есть подождать, дать этот самый контрольный срок, правильно? Вот И еще тоже была проблема, что затекала в подвал, да? Да Для этого дома Да, вот эти все годы вода текла в подвал Угу Угу А чаще всего тепло в подвал, там у нас полный подвал воды Вы посмотрите, у нас весь подъезд разбух Там стены... Ну, влажность постоянная, понятно Там дыры в стенах между подвалом и подъездом Там стена... стена отвалилась Там весь подъезд сырой Мало того, у нас крыша течет постоянно Вот Лет 15 У нас течет Водопроводный Это сам Стоп Водоскоп дождей Течет по всем квартирам Одна комната Вот По центру подъезды Заливает щитовые Там у нас и искрит Угу И замыкает Там Страшное дело, что делается И в подвалах, и в квартирах Одна комната Я понял Там мы, в принципе, и в октябре здесь были И потом А еще вопрос Ну, то есть, в принципе, пока ситуация получается такая, да? Что она... Эта проблема была годами, в принципе Ну, именно вот последние... Сколько это? Две недели? Ну, дней десять прошло, да? То есть... Ну, начали есть вот эти замены три недели Три недели Ну, долго работали Начали с вентиля и кончали этими трубами То есть, заменили за эти три недели вентиль Получается отрезки трубы Понятно, что они... Ну, скажем так Сейчас проверяют, пока не закапывают Я понял А еще вопрос Можно такой Вот, вы сказали, что вы знаете Выровца Игоря Ивановича Ну, что есть такой депутат именно по этому округу Следим за новостями как-то А, вы по новостям смотрите? Сессии смотрите, да? Я понял Ну, у него же приемная работает Вы знаете, где приемная Игоря Ивановича или нет? Это кинотеатр Украина у него... Нет, Россия и Украина Между ними Птимаш 300... Да Мы ездили на прием Поскольку я знаю Женщины собирались Ездили и к Добкину на прием, когда он был мэром Угу Не знаю, по-моему, мы к Кернесту обращались Ну, именно по этому вопросу потече? И стали средства И по этому вопросу, что вода течет канализационная И то, что у нас ливневка течет по квартирам Да По квартирам сказать, решайте своими средствами Ага Ну, своими средствами собирали деньги на трубы пластиковые Ага Все по квартирам поменяли, но оно как текло, так и течет с крыши Я понял Потому что подсоединить там крыши нормально не получилось У тех бригады, которые нанимали Точно так же, как и с этими трубами канализационными Только за три недели смогли сделать так, чтобы вообще не текло Но сделали именно, слава Богу, посмотрим Да У нас не загадываем Не загадываем Уже 7 лет, и как уезжали, через несколько дней опять текло Вот Ну, смотрите, ситуация следующая То есть, вот то, что касается по этому округу Выборы были осенью у нас, правильно, депутатов Вот именно на этих выборах, то есть депутатов закрепили за округами Вот До этого, до 2006 года, Игорь Иванович был, что он уже 4 срока избирался Он был депутатом на Родниковой Знаете, где Родник, где Озеро Вот это же был его постоянный округ Его там знал каждый житель К нему ходили домой на приемы То есть и сейчас ходят даже, хотя уже не этот округ Вот А на этих выборах закрепили именно этот округ Это у нас часть вот 607-го, 608-го и 605-го Причем округ вот реально самый убитый настал, так я вам серьезно говорю Вот вы знаете, а кто здесь раньше вообще был депутатом, к примеру, до этих выборов? Был вот это вот, что в партии регионов по автомобилям он там занимался Святош, нет, но Святош это он по всему округу Московскому То есть он в Верховную Раду А вот местных депутатов Никого Даже не знаете, в принципе, я думаю, ни районных Никого Вот Вот И вот то, что мы ходили здесь же перед выборами То есть во всех дворах И люди писали же много заявлений к Игорь Ивановичу обращений Вот И на этих выборах было как сказано То есть я был на этом совещании, сам присутствовал И Игорь Иванович об этом говорил То есть Кирна сказал как То есть это то, что сейчас все собраны заявления жителей, да? Это, считайте, ваши именно депутатские задания То есть это основа для плана вот работы по округу Вот Игорь Иванович, ну скажем Грубо так Не то, что задолбал Но он же пишет, да, депутатские обращения По вот По ремонтам Люди ж обращаются Коллективные По 50-60 подпись Он, естественно, обращается к городскому голове В каком плане задолбал Что именно вот действительно Округ Таких вот Требует капитальных работ Вот И срез Игорь Иванович такой активный товарищ Ну, видите, да Если чего-то возьмется То добивается постоянно Ну, может, видели Там по трактостроителей 77 был Пожар Были Там же ж у нас Симуровцев 34 Людей вообще Даже не с общежития Людей выселяли Просто с квартир Получается Может быть тоже его выступление на сессии Он вышел Ну, а сейчас У нас Кусок Отвалится Ну, а сейчас Самая такая больная проблема Как вы считаете Постоянно вот течь под дом Ну, течь Пока будем ждать Да Да То есть посмотрим Я понял Ну, смотрите Вот ситуация следующая То есть Много обращений Игорь Иванович написал И к мэру ездил на прием То есть именно вот на наш округ На наш округ Сейчас и прописан план работы И выделяются средства Именно реальные То есть в ближайшее время Должно начаться именно благоустройство По вот этому округу То есть Вот уже должен быть план Мы его посмотрим По домам Как оно описалось Ну, то есть Дай Бог Сдвинется с мертвы Ну, крышу нам делали Капитально Это жильцы собирали Потому что сначала делали Еще В первые десяток лет В независимости делали крышу Какую-то халтуру там сделали Понакидали нам в вентиляцию Кусков рубероида Подделали так, что оно еще Больше течь стало А потом переделывали уже Сделали хорошо Ну, единственное Это подключение ливневки Нормальное На крыше С новым трубом Оно там Вода течет дождевая Мимо труб Ну, то есть Первое сейчас В принципе у вас крыша Ливневка Такое вот Да, ну вот это Если больше течь не будет Если течь не будет Вот эта ливневка у нас осталась И в подъезде У нас Я же вам говорю Там все стены Развалились А можем мы сейчас зайти Посмотреть Открыто И подвалы И подъезд Посмотрите Еще я извиняюсь Вы просто так вот в курсе Вы работаете Или может быть Или в ЖЭКе Или вот Ну, чувствуется А как вас зовут? Сергей Сергей Андрей Так, сейчас Ух 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 Ух